Наплодили уродов. Сначала машину купят, потом права, а то что ездить надо уметь. Привет всем друзья мои, а мы с вами спешим в автосервис друзья мои, меняем ГРМ. Короче открою вам секрет друзья мои, на форте фокусе я меняю ГРМ пройдя на нем 81 тысячу километров друзья мои, представляете, то есть регламент сервиса обычно подразумевает 40-50 тысяч пробегов, ну я начитавшись там интересных форумов вообще понял что если ремень качественный, хороший, даже это может быть дубль, то он вообще по идее может ходить 100 тысяч километров, то есть в автосервисах друзья мои, нас дурят, чтобы чаще с нас тянуть бабки за ремонт, вот, то есть получается я не из-за того, что там экономист такой, да, экономия иногда боком может вылезти, друзья мои, а дело в том, что возможностей все время не было, вот, а теперь с этими санкциями, с подорожанием запчастей приходится, друзья мои, ускорить процесс замены, и то, если раньше можно было умножиться там где-то в 10 500, в 11 тысяч, друзья мои, поменять ГРМ и сами расходники, то сейчас у меня эта сумма вылезла в 13 тысяч, вот, причем этот дубль, друзья мои, буду ставить, вот так вот, поэтому вот мы едем в сервис, ремонтироваться, да, надо еще лампочку поменять в туманке, там ее сложно очень менять, там надо на подъемнике поднимать, как бы, у них как раз такая возможность, вот, вот и лампочку сменить, в общем гулять мне придется 3-4 часа, пока машину мою будут ремонтировать, вот такие вот у нас, друзья, дела, вот, хотел сказать вам еще, что в Екатеринбург пришел тариф гибкий, о чем же он говорит, друзья мои, то есть тариф гибкий предлагается для водителей, у которых статус бронза-серебро, то есть они же не видят точку Б, и вот этот тариф гибкий предлагает открытую точку Б, да, то, что ты будешь видеть, куда ехать, но никакие гарантии, друзья мои, не работают, не работают, никакие бонусы, это вот эти, в лужах вот эти синие, как бы, очертания, да, там дополнительные, то есть бонусы вот эти не работают, друзья мои, вот, по тарифу гибкий, они пишут, значит, у нас дополнительная 5%, друзья мои, то есть 18,5, это Яша берет еще эти плюс 5, это вообще заебись, блядь, становится, но мало того, друзья мои, белья вот за дополнительную смогу вот эту 5%, они еще НДС с нас же и берут, блядь, пидорасы, нахуй, то есть получается не 5%, а уже получается 6%, вот такое наебалово, то есть для сравнительного анализа я вам приведу простой пример, вез с утра пассажира за 360 рублей, вот, из них комиссию вместе с автопарком, но автопарк, что он там берет, подключение, 2%, друзья, это мизер, вышло с 360 рублей в совокупности с парком, 100 рублей комиссии, представляете, друзья, 360 и 260 только осталось, вот так вот, да, ребята, хочу рекомендовать товарища, коллегу, Романов Тут, он подключает к парку, друзья мои, лично сам проверил, подключился, 2%, выводы моментальные, 24 часа, это в сутки, все отлично, ну и так можно пообщаться, вот, канал у него называется Романов Тут, друзья мои, так что заглядывайте к нему, пишите, интересные вещи, всякие рассказы, главное, со вставками юмора, я вот не могу юморить, у меня все, блядь, Яндекс Параша, блядь, а вот он молодец, он в этом плане, чувство обмадания, него на высоте, друзья мои, в отличие от меня, в общем, едем, друзья, в сервис, ну вот он, друзья, любимый и родной, Форд Фокус, дорогой, да, Форд Фокус, друзья мои, это дорогая машина, ну сейчас даже Киа Рио там будет, наверное, 2-300 стоит, друзья мои, вот все жалею, что Шкоду от раската, друзья мои, отдал, надо было, надо было дораскатывать, друзья мои, вот сейчас здесь отстоимся, сейчас я наберу в сервис и поедем мы с вами в горочку, как всегда, ну вот, поднимаемся в горочку, друзья мои, сейчас только что, короче, это, стал запускать, вообще ни петь, ни свистеть, не хочет, вот, заводиться я имею в виду, так, открывайте, братцы, ворота, а. Продолжение следует... Короче, друзья, отдали мне вот такую машину, в пленке, тут рычаг, это и ремень ГРМ. Сейчас посмотрим, что у нас тут и как. Короче, вот старые запчасти мне скидали, это прокматка. Так, и ремень, ремень. Слушайте, ну вон, без внешних повреждений. Вообще, друзья мои, вот этот ремень прошел, видите, даже микротрещин нету. А, нет, вру, вру, друзья мои. О, еще будет чуть-чуть и пиздарики. Так что вот так вот, друзья мои. Ну, это еще можно было чуть-чуть походить. В общем, вот такая барахмон, все сюда скинули, ролик, шмолик, надо все это выкинуть. Так, а фирму поставили мне, получается... Ша-Флер какой-то. Ша-Флер. Четыреста девять. Ну вот, друзья, а теперь время пришло рассказать про сервис. Что же изменилось в отношении или в качестве, или в цене. В общем, в этот сервис я езжу на протяжении четырех лет. Вот, обслуживаю свой Ford Focus. В принципе, почему я избрал этот сервис, это то, что можно купить у них запчасти и тут же их поменять. То есть, полный сервис. Ищут запчасть, у них есть свои магазины, привозят, меняют. И ценовой диапазон, соответственно, от дубликатов до оригиналов. В соответственности от возможности самого клиента. Так вот, два дня назад я записался сюда на обслуживание, поменять ГРМ. Примерно рассчитал стоимость услуг. Вышло ориентировочно в 13 тысяч рублей, друзья мои. Так как каждый раз я очень много ремонтирую и очень по финансам ощутимо, у меня есть накопленные бонусы. Мне обещали, что в этот раз, в связи, видимо, с кризисом, обещали, что 50% только можно бонусами рассчитаться. В общем, когда ставили составлять счет, подсчитывать примерную стоимость, у меня на порядок больше стало, друзья мои. Около, наверное, 17 тысяч рублей поменять ГРМ, ремень, ролик и в туманке лампочку заменить. Потому что там неудобно, через фару надо лезть туда. Оказалось, не так все сложно, но это на потом. В общем, у меня вышло 17 тысяч. Ну, поскольку я давний клиент, пришлось методам убеждения, еще каких-то методов, уговорить их сделать скидку. Все-таки они скидку не хотели делать вообще, друзья мои. Ну, сделали скидку. У меня вышло в 15 тысяч рублей, я умножился. Порядка двух тысяч мне с копеечками сделали скидку, друзья мои. Вот. Хотя бонусов накоплено у меня, наверное, тысяч на пять или на семь. Это точно. Бонусы сейчас не работают в связи с тем, что поставки запчастей сократились или еще что-то. Хотя дублировок, дубликатов очень много, друзья мои. Китайская фирма Патрон рулит. Кто знает эту фирму. Даже эти запчасти стали дороже. Поэтому, друзья мои, для кого война, а для кого мать родна. Кто-то успевает, наваривает бешеные бабки. Я не думаю, что склады были пустые, да. И вот они в одночасье цены взлетели, да. Кто-то, друзья, наваривается на этом. То есть, закупочная цена была старая, да. Они посмотрели, что сейчас будет все дорого. Накрутили, да. И как бы, чтобы они не в убытке были. Вот такое вот, друзья, отношение. Поэтому сейчас на будущее буду, конечно, ориентирован не на этот сервис. Потому что в этом сервисе я постоянно отдаю десятками тысяч рублей, друзья мои. Вот. Не знаю. Ну, мне есть чем сравнивать. Я на Камре ездил на тридцатки. У меня там было все замечательно, все хорошо. Здесь, как бы, вот этот Форд, он вытягивает. К тому же, я эксплуатирую его уже четыре года. Намотал в общей сложности на нем 270 тысяч километров, друзья мои. За четыре года 270 тысяч километров. Из них 190 тысяч на газу. Вот так вот, друзья мои. Вот. Продолжаем сегодня работать. Надо оправдывать. Мы покушали с вами в кафе Пышка на 409 рублей, друзья мои. Ну, вот как вот, скажите. Туда отдай, сюда отдай. Утренний заработок в Косарь у меня улетел на заправку и на покушать, друзья мои. Ну, это потому, что цены вот такие вот у нас в Яндекс.Такси. Вот так вот, друзья мои. Продолжаем работать. И в конце подведем итог. Сколько же мы за день сегодня заработали? Мамно, что я ремень поменял. На ремне бумаг все-таки трещина. Я вам ее показал. Это было чревато, друзья мои. Так что вот так вот, друзья мои. Короче, пацаны, как в пятницу. Сегодня рабочая суббота. Пробари, короче. И пять баллов в городе. Вот. Сейчас вез с Муначарского до Малышева. Протяженность два с половиной километра. Короче, по деньгам 91 рубль, друзья мои. Вот так вот. Больше простаиваешь, чем едешь. Да, пять километров за 204 рубля в пятибалльной пробке, я считаю, это мало. К тому же включен был этот, как его сказать, тариф гибкий, где 6% дополнительное, чтобы видеть куда. В общем, друзья, я принял решение свалить домой. Вот так вот. Я не фанат работы. Особенно задарма. Не люблю стоять в пробках. Не обоснованно. Пять баллов. Это, друзья мои, прилично. Порою местами. Поэтому решил я свалить. До смешного, друзья мои. Чтобы оправдать свой обед за 409 рублей, мне пришлось сделать три заявки, друзья мои. Три заявки. Это о чем говорит? О том, что мы очень мало, друзья мои, зарабатываем. Я понимаю, там за две поездки, да, оправдать обед, но за три, да, это вообще пиздец. Но от Яндекса ничего хорошего можно не ждать. Поэтому вот такая вот песня, друзья мои. Поэтому мы включаем функцию по пути домой. Тариф гибкий мы вырубаем. Потому что 6% дополнительно он еще и сожрет. Поехали домой, друзья мои. Но вечером мы продолжим обязательно. Ну вот, а это уже вечер, друзья мои. Вечером пошли работать. Погода испортилась. Повалил снег. Пробки. В общем, видимость не очень. Сейчас вез с ЖБИ до Силикоровской 476 рублей, друзья мои. Пока цены есть. Ну вот мы с вами в центре города. Работаем, не покмодая рук. Погода не хочет улучшаться. Снег идет. Заметая дороги. Дороги не успеваю чистить. Да и я уборочной техники, в общем-то, и не видел. Время у нас 10 часов вечера доходит. Ну и я решил крайний заказ выполнить и поехать домой. Сегодня очень бурный день. Связанный с работой и с ремонтом. Вот. Совсем на свете. Что же я хочу вам сказать? Давайте подведем итог. Сколько же я выполнил заявок? Значит, сейчас я взял заявку по пути домой. Она будет 12. Да, друзья мои. Сегодня я не 17, не 20 заявок выполнил, а всего 12. Вот. По сумме у меня вышло... Сейчас я посмотрю. По сумме у меня вышло, друзья. Ну, сейчас поездка рублей 250-300 точно будет в сторону дома. Ну, ориентировочно трешка, друзья, у меня вышло сегодня. Три косаря я заработал. Из них на газ ушел косарь. То есть, два рубля, друзья мои, я заработал. Два рубля я заработал. Вот. Я считаю, это нормально. В условиях того, что сейчас не все так просто. В общем, как мы будем дальше жить, будет очень все интересно. Очень людей много без работы, возможно, останется. И, как следствие, возможно, многие пойдут в такси работать, друзья мои. Вот. Поэтому конкуренция будет большая. Не знаю, что нас ждет, друзья мои, в этой отрасли. Как перебиться всем, чтобы всем работы хватило. Не знаю. Поживем, как говорится, уйдем. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Пишите, ребята, комментарии. Как у вас дела обстоят с работой. Что у вас нового происходит. Я комментарии читаю, интересные. Ставлю лайк, пишу комментарии. Так, мы приехали.